здравствуйте уважаемые зрители тут мы с вами из риги из латвии и из 11 этажа академии наук где мы работаем как аборигены латвии и методика которую мы предлагаем всему миру это методика судов аборигенов и сегодня мы вам расскажем как выглядит этот процесс который вы можете развивать и в вашей стране и в вашем уголке мира любом на нашем примере пожалуйста пожалуйста цените и пользуйтесь значит тут со мной баллы с реймонтов моё имя дикторе дуну и мы оба латвич в латышском обществе и в латышском обществе создаются комиссии по всем параметрам нужды по всем параметрам ценных реальных ресурсных блоков и самый важный параметр тут нравственность значит чтобы создать законодательство нравственное есть сугубо древние нравственные законы они божественны и реальные в нашем в каждом нашем реальном мире и если мы действуем по законам божественным то жизнь становится созданием божественным тоже и потому комиссия это не законов и юридическая комиссия как это бывает в парламенте а это комиссия нравственности значит мы создаем нравственные решения в этом суде латышских кальпорт честь суд чести латышский суд чести создает нравственные решения и они встают в силу сразу же так как суды аборигенов суды чести постояли тысячи лет они всегда были и всегда будут пока есть люди на планете земля пока у нас есть совесть и мы подключаемся к высшим силам и чувствуем божественные законы они вложены уже в детей они наших генов если мы можем мирно жить до в природе если мы не оторваны не поставлены в эти города который в которых очень трудно быть энергетически чистым чистым да но мы у нам удалось восстановить эти нравственные суды и методика следующие следующие значит тут у нас под этим видео вы можете найти справку на сайт который называется labia.lv l-a-v-i-e.lv латинские буквы и там есть и по-английски по-русски к сожалению нету если может кто-то нам помочь перевести материал мы будем очень благодарны сделать и русскую версию но сейчас работа идет в следующем и самые главные параметры это становить эмиграцию людей из Латвии значит когда распался союз советов Латвия стала страной в которой не было никаких долгов и была полна ресурсов индустрии и замечательного лакса хозяйства и все эти ресурсы сейчас разболтаны расхвачены и от трех с половиной миллионов людей тут осталось хорошо если два статистику мы вовсе не верим в эту статистику но люди уезжают потому что тут происходит экономический геноцид инквизиция системная и как мы сформулировали уже так вопрос в том что люди не могут увидеть эти системы которые их заматывают в рабство и к счастью у меня была такая возможность учиться в Швеции и закончить экономическую магистратуру и большую часть своей жизни провести в интернете разыскивая ответы на вопросы и потому у нас есть концептуальный подход к решению и мы предлагаем вам решение как сразу можно все исправить системно одной концепцией и самое главное получить контроль над финансовыми ресурсами чтобы мы сами могли сделать настоящие деньги которые мы сами контролируем значит сейчас таких нет у нас украли центральный банк и вот это решение евро суда где отказали в рассмотрении самого процесса суда свою систему и потому сегодня мы сейчас как у нас здесь сегодня и английский представитель англоговорящий империи и который должен скоро уходить я перескочу сразу из конца и мы начнем сразу с вопроса а вопрос на который нам нужен ответ англоговорящий империи он таков есть ли какие-то силы на западе которые могут финансировать жилье аборигенов чтобы они не уезжали за границу в этом экономическом геноциде и если такие есть то мы просим создать финансирование для которое может поступать на фонты которые находятся на лабре . и чтобы жилье апоригенов в латвии поступало мы как латышское общество могли оплачивать пока нам не удалось создать свой контролирует банк который мы тоже делаем тут есть конкретные но мы еще не получили финансирование на это пожалуйста помогайте с этим тоже сделаем банк и надо конечно сделать настоящий центральный банк который контролирует местных жителей а не международный валютный фонд они даже не резиденты тут как они могут нас контролировать это просто уникально здорово сделано для них колонизация очень масштабное всемирное но сейчас я поставлю меня в английском и то что мы здесь здесь у нас есть людей из английского и здесь мы здесь на право у нас приглашенные люди которые представляют русскоговорящих мира и значит у нас вопрос от аборигенов Латвии от есть ли какие силы в мире которые могли бы нам помочь не уезжать из Латвии и поставить финансирование нашего жилья и наших институций защиты аборигенов такой вопрос и не 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 и в их институте? Да, я могу сказать что-то. Но я не знаю, как долго вы хотите мне поговорить. Пять sentences. Ну да. Я был в Африке, как часть Бритича империал системы о доминации в мире. И в то время, в мире было «пинк». И «пинк» meant это было «бритич». И в то время, как они делали это, было через войну, с оружием, и также с деньги. И в Африке, в Африке, в которой я живу, которые могли бы верить, что они, в каком-то, владельцы, в том, что они живут и армии, вдруг они увидели, как результат, что они не знали, что они никогда не знали. что они не знали, что они не знали, продали их землю к Бритичам, в какой-то способности. И я видел эту метод, разработанную систему по-настоящему, и, в частности, по-настоящему, 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 взломанную хранику тихону, полка-настоящему. И в hecho недавно нет. Значит, то есть в Грице, уכול который REAC PARED, это было по-настоящему, что грехи, geb academics, помню гриста. ��, где может быть Hmm. Which is theirs? Can I just talk about what I think? Sorry And another very recent and rather different way in which this was done is the way in which the Soviet satellite states Latvia being one when they were reverted when they were given back to their people in some way the people lost control the people who might have considered to own the land or to be the indigenous people in that area lost control of the land and the land then came under the control of foreign banks and that's the situation at the position that we are in now And nevertheless, the question was different the question was how you could contribute to get some financing for the Aboriginals platform Well, my I was going to go on to that so the question then was what can be done about this Well, my view is that just as in the United States there is considerable power lodged in the original indigenous people that this would be what used to be called the Red Indians but now I suppose you call the Native Americans these people took power because they made it clear to the state department to the states that they had considerable power because there were an awful lot of them and so the government then made them concessions for being indigenous people and this is the origin of the human rights position in the International Declaration of Human Rights where indigenous people are considered to have some some power that enables them to control the areas where they were originally living On the basis of that, it seems to me very reasonable to suggest to the government or indeed require the government to provide some kind of some kind of financial or controlling interest in what I would call a virtual reservation that is to say that the government should set aside land and property in the country for people who can be considered to be indigenous people and of course we then have to consider how you go about defining an indigenous person but we're quite apart from that they could set this aside they could set land aside they could set housing aside and it wouldn't be in one place like in America the Navajo Indians are in one place and the Cherokee Indians are in a different place and this is usually very bad pieces of land that they were sent to this could be in every single community or county I don't know what you call them here in Latvia could set aside a certain amount a proportion of housing and a proportion of land and of course this costs money so you have to ask where is this money going to come from because somebody has to buy this and my suggestion is that it comes from a new tax which we will call an indigenous people's tax and this is a tax on all transactions of foreign banks in the country so every piece of money that is transferred or employed in the country for making profit out of the country a percentage of that has to go to this as a tax to create this virtual this virtual reservation for the Latvian indigenous people and of course at the same time and this is a new idea I had today is that the Latvian indigenous virtual population has to has put has set aside for it automatically in the parliament a number of seats that are only for the Latvian indigenous virtual population so if you like thirty percent of all seats in the Saima are automatically given of course there is still democratic process but only within the Latvian virtual environment to people who are from the Latvian and then and through that there will be considerable control over the way in which the parliament disperses money oh thanks that's a fabulous idea and but nevertheless the question which I'm sorry I haven't translated to you what we were talking here but it was because we were talking Russian but we were talking about the fact that this will take a while to achieve the goal that you have said that we will get the banks and the parts in the parliament yeah it might take half a year it might take a year at least three months definitely that will take forever I think so what is plan B oh well wait what are you personally and your mates or your will you could you try sort of to provide some resources for Aboriginal to sort of not to be thrown on the streets and have to leave Latvia no I have my own project and I don't have enough resources for that and that project is actually more important than this Latvian project because it has to do with all of the people in the world and the destruction of the human race yeah but this is also so because this methodology could be used in every community well of course but the thing is of course in all of this nobody has any money I mean here we are sitting trying to figure out how to do this and people are put against each other so we need to create some method how the Aborigines in every place could get resources not to leave their houses well I would have thought the best method would be to ask the Aborigines the Aboriginal people themselves to make a request to rich Latvians or to all there are no rich Latvians to provide funding for this project or even to apply to but this is the question for the English talking not for Latvians well English so how could English talking the English revolutionaries western people any western people fund this process so Aborigines wouldn't have to leave their houses I think perhaps you need to go to Latvians who are living in the United States no no I'm talking English now well Latvians who are living in England and would maybe be prepared to support such a thing but the problem is of course that nobody who is if you write revolutionary and this is a revolutionary project it's evolutionary well revolutions are bloody this is not never will be no revolution just means you change state A into state B it doesn't have to be bloody you can have a velvet revolution that's what happened in Czechoslovakia ok anyway so we we don't have any way of doing it except begging money from rich people that's what that's always the way in which you get money would you be prepared to beg some money from rich people for Aborigines I don't have any rich people and I don't have any money so don't look at me I'm skinned ok thank you so much so we will have to look for others but costs were led across and and you see I think a lot of this stuff doesn't actually involve money it 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 doesn't involve money it does it does we have real processes this book is full of cases people are being families are being thrown on streets they are living left they are working well what I would say is that what you need to do is you need to have I mean none none of these processes that like in Wales for example the Welsh nationalists got control this book is full of people who are without house can I finish going abroad ok in Wales what they did was they set fire to houses what they did was they did direct action this is what happened in Ireland as well this is what happened in Africa with the Mao Mao none of these things have ever occurred without people doing some direct action that's how it works you know it's like Chairman Mao said political power comes out of the barrel of a gun you're never going to get anywhere by just writing letters and asking people to do things you have to create some kind of minor havoc what we call non-violent direct action nevertheless we don't do that we just love well you can do it by loving people I mean you know we used to sit down in front of the diggers and then when the police came along we gave them roses and we kissed them at least I didn't but anyway the girls did yeah so you can do you can do a lot but you have to actually do something just sitting and talking doesn't get you anywhere and money doesn't get you anywhere although you need a little bit this is not money you're right because this is even not money this is all false false digital numbers in the cards you see I in the banks that don't even are money banks they are sort of total scheme well you see there's another thing you could do is you could print your own money that would be quite cheap nowadays you can print money very easily so you could set up the national bank of the indigenous people and you could print money okay thank you thank you so much thank you so much I'm not doing that okay yeah thanks so much for staying with us so alright so cheers guys see you alright так что сейчас мы тот же вопрос зададим востоку есть ли у вас какие-то идеи как можно остановить этот процесс что у нас в Риге люди ну в общем целом у россиян есть финансовые системы у латышских абуригенов вообще их нет ну тут вообще нет ни одного банка больше да где можно создать деньги и потому в общем целом как раз в Риге особенно перекупаются эти имущества и россиянами тоже и русскоговорящими и по-всякому и вот мы любящие просим чтобы нашлись финансисты из востока которые помогут аборигенам оставить сохранить свое жилье и финансировать его пока нам не удастся сделать свой банк и устроить хорошую систему где у нас уже будет нация Латвии всех народов которые лояльны латышским аборигенам потому что это все-таки займет время и надо уже практически смотреть вот эта книга у нас полна записями записями конкретных конкретных семей которых выбрасывают на улице потому что они не могут оплатить жилье да и уже миллион уехал из Латвии миллион людей это системная война она идет уже это финансовая системная война мы ловушки и конкретное решение нам нужно найти конкретную проблему системную где люди оставлены без финансов потому что перед второй мировой войной у нас в Латвии была настоящая денежная система где в каждом теме как это в каждом поселке был свой кооперативный банк где все друг друга знают все знают за кого можно поручиться все подписались за кого можно поручиться и он с векселем пошел в центральный банк наштанцевали настоящих денег пришел обратно все сделали свои проекты сделали получили прибыль понесли обратно свой займ и это была замечательная система с настоящими деньгами и просто поднялась экономика в Латвии всюду все целос колос как это строить школы и с линейтисы больницы и и культурные объекты да и это все тут расцвело это было прекрасное время и вот эту систему которая у нас уже была мы сейчас ставим обратно мы не будем сами мириться с меньше мы будем делать правильно научно и сразу мило и любима и мы закриминализировали уже конференции криминализации атомной войны системы атомной войны в которой включается и это фальшивая банковская система она криминальная и также система всемирной нового порядка где вообще наша страна перехвачена глобальными структурами которые системы нас тут уничтожают и мы очищаем нашу прекрасную страну от этих криминальных систем и мы помогаем нашей стране от этого избавиться и у вас есть какой-то ответ спонтанно восток что-то можете сказать за кадром как какие могли бы быть варианты но откровенно говоря варианты пока что даже у востока минимальные знаете почему потому что те даже частные лица бизнесмены которые с востока русские украинцы белорусы они заинтересованы в территории Латвии исключительно как в коммерческой реализации своих планов и бизнес-проектов речь о том чтобы о спасении как нации как аборигена вообще никого не волновало поэтому на мой взгляд для начала нужно очень хорошо и широко идти в публику чтобы донести эту идею мысли до людей для того чтобы подобные люди стали образовываться такие заинтересованные меценаты начнем с первой очереди это будет меценатство это будут единичные случаи пока банк вырастет если мы хотим вырастить в нашей драгоценной стране вот это вот ядро и честный банк как вы говорите развернуть это возможно это прекрасная идея но нужно время только начали да прекрасно значит надо просто продолжать эти люди придут надо расширять может быть использовать другие методики какие-то рекламные больше с людьми разговаривать такие конференции как раз три месяца прекрасно но должны быть промежуточные действия нельзя останавливаться только на конференциях от трех месяцев до трех должны быть промежуточные действия собирать больше людей потому что эта мысль еще ни до кого не донесена и ее не воспринимают серьезно вот это мое мнение спасибо большое да я со своей согласен что ее надо донести 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 расширить к примеру у меня есть свое общество своя общественная организация и конечно любое мероприятие требует каких-то материальных вложений то есть небольших но требуем и поиск финансирования среди бизнесменов лаквийских да непростое дело если бизнесмен и желает как-то помочь то это в основном на культурный и спортивный проект поэтому вот в данном случае вот этот проект поэтому да в нем мало кто сейчас знает его нужно шире и донести донести до общественности и соответственно до бизнесменов до тех меценатов которые на сегодняшний момент есть но их мало вот до них надо достучаться еще такая ремарка вы хорошую работу проделали но видимо просто еще есть моменты которые надо доработать люди должны понимать кто такие на самом деле аборигены когда они сами себя почувствуют таковыми вне зависимости от их национальности но тем кому не безразличны будущее да и как вы говорите лояльность да лояльное отношение к этой территории которую мы хотим сохранить люди сами больше объединятся нету понятия абориген я не абориген ко мне на какую степень атаковать и как это стать этим аборигеном и почему как стать частью латвийской нации что это да чтобы у меня сердце загорелось этим делом заниматься вы уже понимаете что если тут нету 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 этого чувства оно не идет и дальше вот что важно поэтому это у меня а по поводу бизнесменов да на сегодняшний день к сожалению тенденция только такая участвовать как меценаты в какой степени культурные спортивные мероприятия но из-за выгоды потому что про меня напишут я свою долю отдал я свою десятину подарил и все понимаете как бы раз и с ног долой и не участвует как бы вот меня не видели в политике а здесь такое понимаете как бы коренное такое само по себе понятие ну не с бизнес не с банков надо начинать есть просто люди горящие этим вот туда но у них нет денег есть неправда есть неправда деньги есть у всех вопрос на что они будут потрачены так никогда не надо думать вопрос ценности для чего есть у всех есть какие-то суммы или сюда или туда понимаете поэтому деньги есть у всех и не надо в этом заботиться и землю предлагает в алтаре под дом престарелых русской совершенно верно за друг за и работаете есть люди кто желает есть желающие а в деревне тоже да вопрос чтобы человек принял это понял вот нам надо общество сделать шире аборигенов ну просто времени очень мало тоже потому что людей просто все время вот сегодня наверняка выбрасывают 100 200 семей кто знает вот надо очень быстро может быть скажи тоже какие свои впечатления как мы можем решить эту проблему я думаю самое главное надо подключить прессу надо подключить журналистов они все боятся говорить об этой проблеме они всем поставлен абсолютный запрет на эту тему они говорят только то что им заказали для поддержки партийных интересов ведущей ведущей политической мафии а политическая мафия в латвии она очень крепкая очень сильная думаю что это самая сильная политмафия в мире так как в латвии было сконцентрировано штаб балтийского округа ну соответственно в латвии в риге была самая большая концентрация в мире силов специально обученных людей кгбистов которым была поставлена задача следить и всародыше уже задушить любую демократическую растение любой росток был затоптан любой человек был брошен или в тюрьму или в больнице да ну вот теперь 22 года уже можно так сказать опять удостоверились что эта мощная могучая сила кгбя никуда не исчезла эти люди стали миллионерами миллионерами миллиардерами и как серые кардиналы просто правят абсолютно всем экономическим и политическим движением Аллатвии может ты расскажи тоже что произошло с латышским латышским обществом в 93-м году? нет ну самое основное это кричащие беззакония со стороны властей со стороны прокуратуры со стороны министерства внутренних дел со стороны правительства Латвии где Годманис был председателем в 1993 году в 1993 году полностью какого числа? 18 февраля ночью ворвались в рижское и латышское общество которое было полностью восстановлено по уставу по уставу и по духу у устава 1938 года и все мы там 1500 примерно человек действовали уже при демократии но тем не менее ночью ворвались люди специально вооруженные дубинками и прутьями стальными прутьями и цепями и оккупировали забрали рижское и латышское общество и до сегодняшнего дня вот уже 22 года рижским латышским обществом правят КГБисты правят коммунисты правят уже латыши правят политические бандиты и обыкновенные уголовные структуры это я говорю потому что меня знает в мире как человек который посвятил всю свою жизнь развитию демократии и борьбе против коммунистов мало кто говорит что он борец против коммунизма что он антикоммунист я это говорю открыто и и это борьба ни на секунду не прекращалась сейчас просто нашла такой зенит потому что и что там произошло в 99-е годы ну они ворвались уничтожили все документы абсолютно все документы рижского латышского общества и картотеку даже картотеку приказы как это да и там же как по-русски там был гражданский конгресс в Латвии где были где были в списке граждан Латвии которые 700 тысяч человек создали эту республику да подписались и практически это было большое могучее общественное движение на основах демократических законов на законности они ночью ворвались все это уничтожили нас выгнали сделали лже общество и украли тоже галереи искусства я являюсь известным коллекционером можно так сказать латышским третяковым я создал в рижском латвийском обществе это самое изящное здание которое в Латвии построено когда-либо для общественной деятельности я там создал национальную художественную галерею латвия скульптура где было свыше десяти тысяч экспонатов в том числе две тысячи картин триста шестьдесят примерно картин станковой живописи ну большого размера масло картин масло скажем картин масла да которые ну стоят на на теперешние деньги ну очень большие большие суммы у меня там были такие картины которые стоят свыше миллион долларов так и были выставлены да и все все это верхушках коммунистов верхушках когибистов все это разграбило сейчас это находится у них дома в частных коллекциях нет ну да в частных у функционеров у политмафии дома ну например у министров наших теперешних латвийских и бивших да у больших знаменитых политических видных деятелей дома это находится в полиции полицейских участках которые изнимают ворованные скажем да потом берут их себе ну во всяком случае ты пробовал это все подать в суд но это не удастся все мои стремления в течение 22 лет официально обращаться прокуратуру министерство внутренних дел и в всей латвии да это все они просто отписываются ко всем президентам все отписываются просто но что было очень важно это было что латышское общество перед второй мировой войной была структура которая была самой властью страны самой самим государством потому что было примерно 800 обществ латышей во всей латвии в каждом месте было свое общество и люди друг общались все проблемы вместе решали и свои суды держали и как раз эта структура самое важное чтобы возновить гармонию божественную и потому латышское общество мы как раз этим работаем чтобы это возновить и президент у него там был офис тоже в рижском латышском обществе и каждый день он заходил будучи председателем он будучи представителем своего народа и живший рука в руку с народом да он каждый день практически там был в рижском латышском обществе ну мы понимаем его как дом офицеров все время он был на меркелье 13 дом офицеров в советское время да в советское время потому что после прибития советских оккупационных войск уничтожили еврейское латышское общество и передали это здание это великолепное здание да передали дом офицеров силам советского союза и и в самом верху этого здания есть как раз квартиры для комиссий комиссии у каждой своя квартира и чтобы работать с концептуальными вопросами благо государства и сейчас там делают отель по-моему в такое время мы живем и мы работаем чтобы возновить эти изумительные структуры которые в нашем государстве были и нам не надо их придумывать нам просто надо возновлять и очень просим вас помочь и подать устами и сердцем дальше эту информацию которую вы сегодня получили а на фасаде этого здания сохранилась прекрасная мозаика нашего латышского художника Яня Розентара это приятно но она не показывает латышских богов там там все в искусстве тоже очень интересно там все масоны поработали поработали да так же как наша статуя свободы абсолютно если посмотреть это статуя рабства потому что эти три звезды это это education образование это образовательная система это символ который уже 300 лет почти это масоны которые сделали так это все масонская церковь строится образование чтобы люди когда они получают свое образование они просто становятся работниками в системе рабской или рабами или раба гнателями или рабовладельцами но не свободными хозяевами своей матушки земли и да будет с нами бог чтобы мы установили систему любви взаимопоминаем понимания и мира мы сохраним мир вместе мы мы не мы не мы 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 не 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 мы